Здравствуйте! В эфире программа «День города» и Марина Романюк, ведущая выпуска. Чем запомнилась среда, расскажем прямо сейчас. Смотрите далее. 45 миллионов на воздух в региональном Минприроды заявили о модернизации системы мониторинга. Без персоналей. Региональная МВД впервые официально прокомментировала задержания в городской администрации. Быстрее, выше, сильнее. Спасатели со всей России соревнуются в профессиональных навыках в Рязанском манеже. О начале модернизации сети мониторинга атмосферного воздуха в Рязани заявил сегодня первый заместитель министра природопользования Александр Акимов. На специальном брифинге. По его словам, первые сбои в работе стационарных постов начались еще три года назад. Поэтому такое решение актуально. Сколько и на что потратят региональные власти, знает Валерий Седов. 45 миллионов рублей направит Минприроды на закупку измерительного оборудования на стационарные и передвижные посты. Такое поручение дал губернатор Рязанской области Павел Малков. По словам первого замминистра Александра Акимова, это будет дублирующий комплект. Он будет применяться, когда оборудование постов будет проходить проверку. Как правило, это занимает 2-3 месяца. И раньше в этот промежуток времени никаких замеров не было. Теперь будет страховка. Даст самое главное непрерывность замеров. Непрерывность проведения замеров на наших постах стационарных и лабораториях. Это даст нам возможность удовлетворить запрос общества. Потому что общественность очень негодует, когда наши посты и лаборатория уезжают на проверку на 2,5-3 месяца. Расположение стационарных постов мониторинга определила еще в 2008 году главная геофизическая обсерватория имени Ваейкова. Спустя 5 лет документ доработали. Сейчас в нем определены точки не только для стационарных, но и передвижных постов. Чтобы объективная картина была по каждому микрорайону. Маршруты передвижной лаборатории строят на основе обращений местных жителей. Стационарные посты, которые расположены у нас в Канищево, это на территории областной больницы. В Кремле, на территории Кремля. И в Дашковой песочке, это на территории 11 больницы. Они работают в автоматическом режиме. То есть там стоит оборудование, которое делает замеры каждые 20 минут, круглосуточно, и днем, и ночью. И информация направляется о замерах на сервер. Соответственно, сервер информации может сниматься как на компьютер, так и на устройство с андроидом. Измерение состояния атмосферного воздуха Министерством природопользования – это, конечно, не столько обязанность, сколько право. Поэтому свои замеры проводят параллельно Росгидромету, на которой по закону и возложено обеспечение государственного мониторинга окружающей среды. С появлением нового оборудования, которое поставят в регион уже в первой половине года, рязанцы будут постоянно получать информацию о состоянии воздуха, а Министерство – выявлять источник загрязнения. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Наличие бесплатных лекарств в аптечной сети стало отдельной темой на правительстве. Речь зашла об инсулине и антиэпилептическом препарате «Пирампанел». Как заверил министр здравоохранения региона Александр Пшенников, препараты на складе есть, но кое-какое непонимание с пациентами все-таки возникает. Жалобы на отсутствие льготных лекарств в поликлинике номер 11, в частности препарата «Пирампанел» не нашли своего подтверждения. Министр здравоохранения региона едва ли не лично занимался этим вопросом и теперь уверенно констатирует – лекарства есть. Немного, правда, но есть. 65 упаковок. Распределение по сети – двое суток максимум. Но на всякий случай заказали еще. А вот с инсулином действительно не все гладко. Есть отечественный инсулин, который на рынке появился относительно совсем недавно. Поэтому здесь мы встречаем немножко другое сопротивление пациентского сообщества с неохотой перейти на инсулин отечественного производства. Данный вид инсулина релевантный иностранным конкурентам по эффективности и безопасности. Также себя зарекомендовал. Охотно применяется в виде инъекций, можно использовать в виде помпы. Поэтому в настоящее время здесь работа идет с пациентским сообществом. Много кого переубедили, они перешли. И многим предлагаем переходить в условиях круглосуточного стационара под наблюдением эндокринологов. Но тем не менее в определенных вещах мы сопротивление пациентского сообщества встречаем. Чисто формально, конечно, инсулин есть. Но подходит ли он конкретному ребенку? А здесь, как известно, все сугубо индивидуально – большой вопрос. Поэтому вовсе не удивительно, что главные противники такого замещения – родители детей с диабетом. Губернатор посчитал, что людям просто плохо объясняют. Надо провести работу со всеми нашими учреждениями здравоохранения, что они работают для людей. Они должны показывать, рассказывать и помогать. Есть на складе, значит, надо объяснить, когда и как его можно получить. Какие для этого документы, представители, еще что-то. Здесь, очевидно, была недоработка некоторая. То же самое с инсулином. Очевидно тоже, что мы переходим сейчас на отечественное производство, импортозамещение. Но нужно показывать, рассказывать, встречаться. Вот здесь есть автор обращения. Надо встречаться и рассказывать, доказывать нашу позицию. Главный посыл, прозвучавший от губернатора руководителем всех медицинских учреждений – понять, что они работают для людей. А с людьми надо разговаривать. Время надменного молчания должно уйти в прошлое. Министерство внутренних дел Рязанской области официально прокомментировало следственные действия в отношении чиновников городской администрации. Без упоминания имен, фамилий и подробностей задержания группы подозреваемых. Все по тому же делу о хищениях на закупках снегоуборочной техники. На достаточно малоинформативном видео от Рязанского ОМВД – большая сумма денег. Чьи они и у кого изъяты – не уточняется. В официальном комментарии не звучит ни одной фамилии. Главного фигуранта называют экс-советник вице-губернатора. Впрочем, саму схему хищения представитель ведомства раскрывает довольно подробно. По имеющимся данным, в 2020 году экс-советник дал указание руководству управления благоустройством администрации города Рязани организовать закупку специальных комбинированных дорожных машин на общую сумму в 63 миллиона рублей. Эти деньги были выделены в рамках государственной программы развития коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Техническое задание конкурса составлено под конкретно аффилированную организацию, а цена контракта завышена. Таким образом, региональному бюджету причинен ущерб в размере свыше 15 миллионов рублей. Уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» сейчас в Следственном управлении регионального ОМВД. Кроме экс-советника, обойдемся без фамилий, тем более что они уже на слуху, в списке задержанных еще 6 человек. Собирали их практически по всей стране. На территории Московского региона, города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Рязанской и Ростовской областей по адресам проживания и работы фигурантов проведены обыски. Изъяты денежные средства, документация, мобильные телефоны, цифровые носители и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Семеро подозреваемых были задержаны в Москве, Таганроге, Рязани и других городах Российской Федерации. По ходатайству следователя, троим из семерых задержанных, включая того самого экс-советника, бывшего вице-губернатора Рязанской области, судом избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Одна из самых обсуждаемых в сети персоналей, кстати, в СИЗО тоже не попала. Видимо, фигурант пошел на сделку со следствием. Региональное управление МЧС принимает всероссийские ведомственные соревнования по пожарно-спасательному спорту. Сегодня был первый день состязаний. К нам приехали спасатели из разных регионов, и это неудивительно. Манеж в Рязанской области – один из лучших в стране. Подготовка полным ходом. Сегодня не просто тренировка, которая, кстати, является неотъемлемой частью службы каждого спасателя. Это соревнования между лучшими, самыми опытными, самыми быстрыми и выносливыми. Здесь, на манеже, главное значение – имеют ловкость и скорость. Этот сам спорт, он у нас прикладной, то есть он направлен на то, чтобы, бывая подготовка пожарных, была на высоком уровне. Есть выполнение упражнений или не выполнение упражнений. То есть, как бы, выполнение должно начинаться со старта и заканчиваться финишем. Если спортсмен на финиш не приходит, соответственно, он не выполнил упражнения. То есть, других ошибок не бывает. То есть, если спортсмен ошибается, то есть, ну, априори он должен упасть с башни. Но такого не бывает. Либо он, значит, сходит с дистанции, просто там на втором, на третьем этаже сходит, значит, все, не выполнил упражнение. Спортивные навыки в профессии спасателя не просто преимущество, но необходимость. Порой жизненно важная. Однако в рамках соревнований адреналина добавляет азарт. Спасать никого не надо. А вот выложиться стоит по полной. Получается не всегда. Тяжело было первая попытка. Вторая попытка стараюсь уже посильнее пробежать. Важность работы спасателей преувеличить сложно. В прошлом году оценить их профессиональное мастерство в полной мере довелось губернатору региона в рамках трагичной истории с лесными пожарами. Пожарно-спасательный спорт – это мастерство, выносливость, характер, как раз то, что нужно больше всего на боевом посту. Знаю, что вы все покажете очень высокий уровень подготовки, свои самые лучшие качества. У нас вообще очень уважают и ценят работу МЧС в регионе. У меня лично была возможность увидеть в полной мере, почувствовать, ощутить, проникнуться вашим нелегким трудом во время прошлогодних лесных пожаров. Все это, конечно, произвело неизгладимое впечатление. И поклон всем, кто выбрал эту нелегкую профессию. Среди команд участников – Калуга, Брянск, Курск, Белгород, Тула, Владимир, Рязань. Спортсмены разных возрастов – от курсантов до уже опытных спасателей с огромным стажем. С 2017 года. Практически два года. Года четыре уже. Да, года четыре. Плюс-минус два, три. Что мы в морских учимся? Ну, не знаю, по душе она мне. Тем более родственники тоже работают в МЧС. Ну, я-то в спорте 40 лет уже начинал. Я еще вот с таких. И бегал в Рязани в свое время, когда приезжали каждый год в мае месяце на турнир имени Зайцева у вас. Вот. В пожарной части там. А так мы каждый год сюда приезжаем зимой. Бывают такие случаи, когда необходимо проявить именно физические навыки, физическую силу где-то. Поэтому этот спорт, он очень сильно помогает. На такие манежи побольше в России будет все хорошо. Профессиональная, можно сказать, деятельность, подготовка. Как у нас сегодня подготовка? Как и всегда, наверное, как и у всех. И работаем, и тренируемся. И тушим пожары, и занимаемся спортом. Соревнования памяти Михаила Шабурова, рязанца, много сделавшего для развития пожарной охраны в регионе и для развития прикладного спорта. Именно при нем появились спортивные городки при каждой части. Проходят традиционно в два дня. Первый – штурмовка. Второй – стометровая полоса с препятствиями. Перспективы. Мы, конечно, хотим развивать этот спорт. И у нас действительно замечательный манеж, он один из лучших в Центральном федеральном округе. И я бы даже сказал, в России, наверное, в десятку лучших он по-любому ходит. Поэтому мы хотим, чтобы это сооружение у нас поддерживалось в хорошем состоянии. И, конечно, хотим, чтобы такие турниры были всероссийскими у нас. То есть мы хотим, чтобы ежегодно этот турнир стал в статусе всероссийского. Прикладной вид спорта обязателен для всех сотрудников. Вне зависимости от того, планируют они участвовать в соревнованиях или нет, все пожарные обязаны выполнять определенные нормативы. От этого зависит их служба. Внуки Циолковского. Под таким названием сегодня в Горьковской библиотеке прошло пленарное заседание Первой школы волонтеров науки Рязанской области. На торжественном открытии и пленарном заседании школы выступили представители правительства Рязанской области, Ассоциации волонтерских центров России, Молодежного парламента ДНР, специалисты в сфере научного волонтерства. Примерно год назад жительница Касимовского района рассказала, как собственноручно спасается интульский пруд от водяного ореха челима. Ирония заключается в том, что пруд этот – памятник природного значения, а водяной орех – один из немногих видов растений, занесенных в Международную Красную книгу. Жительница же считала, что делает благое дело, хотя на самом деле скорее уголовное. Когда с ней связались рязанские волонтеры, Касимовка свой пост в соцсетях удалила. Такой историей поделился Сергей Хлыстов на пленарном заседании первой школы волонтеров науки Рязанской области внуки Циолковского. Вот такое темное понимание того, что нас вокруг окружает, требует, скажем так, просветительской роли волонтеров науки. И популяризация просветительства – это одна из основных, на мой взгляд, целей добровольцев науки. Задача школы волонтеров науки – создать добровольческое движение в сфере научного волонтерства в Рязанской области. Проект этот стал победителем грантового конкурса Росмолодежи. Теперь молодежь сможет сама включиться в развитие научного добровольчества. Научное волонтерство открывает возможность для каждого желающего принять участие в научных исследованиях, экспедициях под руководством научных деятелей и внести свой посильный вклад в развитие науки и ее достижений. Волонтеров науки придумали сотрудники библиотеки имени Горького. Теперь отряд – это те люди, которые занимаются сбором и анализом данных. Задачи при этом могут быть абсолютно разными. От заполнения опросников, наблюдения за птицами и звездами, до обследования на медицинских аппаратах и тестирования устройств. Это направление может открыть путь в науку для совсем молодых ребят и для молодежи. И, конечно, аудитории научного волонтерства, она максимально широкая. Могут быть и волонтеры серебряного возраста, и взрослые люди. Но мы бы очень хотели, чтобы основной аудиторией были молодые ребята и школьники. Ну, собственно, и большинство проектов, которые на этот момент запущены, на них и ориентируются. Важно, что все мероприятия научного волонтерства должны быть направлены на получение научного результата. Первая региональная школа волонтеров науки Рязанской области Внуки Циолковского стартовала в День науки 8 февраля. Продлится три дня до 10 февраля. Тогда же пройдет подведение итогов. На этом у меня все новости к настоящему часу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова